Новые запуски ракет с космодрома Восточный пройдут строго по графику. Новый спутник доставили для запуска на космодром Восточный. Транспортированный транспортный самолет Руслан приземлился накануне в аэропорту Благовещенск. Ракету-носитель «Союз» установили для запуска с космодрома Восточный. Он намечен на завтра. На орбиту отправится около двух десятков спутников. На космодроме Восточный готовят к запуску ракету «Союз». Ее уже установили на стартовой площадке. Пуск запланирован на 28 ноября. Итак, сейчас мы начинаем прямую трансляцию с космодрома Восточный, где должна с минуты на минуту стартовать ракета-носитель «Союз-2» со спутником дистанционного зондирования Земли. 20 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 30 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Итак, только что мы стали свидетелями первого запуска ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома Восточный. Ракета выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и серию малых космических аппаратов, в том числе иностранных. Нештатная ситуация. Запущенный с космодрома Восточный спутник не вышел на целевую орбиту. Вместе с ним потеряли еще 18 микроспутников российских и иностранных заказчиков. Что? Опять? В «Роскосмосе» подтвердили невовведение спутника «Метеор-М» на целевую орбиту. Ракета-носитель «Союз» стартовала сегодня утром с космодрома Восточный. Как сообщили в космическом ведомстве, аппарат был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако установить с ним связь не удалось. Разгонный блок «Фрегат» со спутником «Метеор-М» вышел на промежуточную орбиту. Однако после этого связь с космическим аппаратом была потеряна. Космический аппарат и с разгонным блоком были выведены на заданную орбиту. Однако в результате первого сеанса связи не удалось установить связь в связи с тем, что аппарат не выведен на целевую орбиту. Спутник не вышел на заданную орбиту и упал в океан. «Российские новости о космосе» — это как добротный комедийный сериал, который длится уже много сезонов. Все персонажи хорошо знакомы, все сюжетные линии давно известны. Но все равно смешно. Пестрая лента новостей только кажется хаотичной. Если внимательно следить за новостями российской космической индустрии хотя бы несколько лет, становится ясно, что все новости укладываются в очень ограниченное число сюжетов. Эту закономерность проследил автор данного материала, известный российский блогер Вадим Жартун. Итак, сюжет первый. Новости из будущего. Сообщение от 25 января 2006 года. Роскосмос создаст базу на Луне к 2015 году, полетит туда на новом корабле с ядерным двигателем и будет добывать там полезные ископаемые с помощью роботов. Новость от 15 ноября 2004 года. Новый российский двигатель будет работать в космосе без топлива, на новых физических принципах. Выкусите! 4 октября 2013. Роскосмос создаст базу на Луне уже к 2020 году. Полетит туда на новом корабле и будет добывать там полезные ископаемые с помощью роботов. 12 марта 2013 года. Роскосмос приступил к созданию системы защиты от астероидов с помощью мегатонных ядерных зарядов. 8 мая 2014. Роскосмос создаст базу на Луне к 2030 году. Полетит туда на новом корабле и будет добывать там полезные ископаемые с помощью роботов. 26 декабря 2016. Российский спутник под названием «Ликвидатор» будет удалять с орбиты другие спутники. Разумеется, исключительно в мирных целях. 6 апреля 2016. Роскосмос создаст базу на Луне к 2035 году. А потом сразу на Марс. Роскосмос построит орбитальную атомную электростанцию, способную передавать энергию с помощью лазерного луча для подзарядки других спутников. Россияне облетят Луну к 2050 году. Роскосмос разработает возвращаемую первую ступень ракеты-носителя, которая сможет возвращаться на космодром как самолет и садиться на взлетно-посадочную полосу. Роскосмос построит шлюз для лунной станции НАСА Deep Space Gateway. И не беда, что каждый раз сроки освоения вожделенной Роскосмосом Луны сдвигаются, а планы становятся все менее и менее грандиозными. В перерывах между очередным приступом лунатизма Роскосмос радует идеями фантастических пипяк инструментов подавления уныния, которыми не пообрезговал бы даже сам Дарт Вейдер. Спутник-убийца, ядерная мини-звезда смерти с лазерами, мегатонные боеголовки космического базирования и так далее. Ядерный двигатель для космических кораблей создают в России. Как сообщил гендиректор Росатома Сергей Кириенко, проект не имеет аналогов в мире. С помощью него удастся осуществить дальние космические перелеты, например, к Марсу. Марс может стать ближе благодаря российским разработкам. Полтора месяца в пути и вы на Красной планете. У нас есть совместный проект сегодня с Роскосмосом, который позволяет, например, в прогнозе полета до Марса, сегодняшние установки космические позволяют долететь до Марса за полтора года, без возможности вернуться обратно и без возможности маневрироваться. Она один раз разгоняется и дальше идет по траектории. Такая установка с ядерным двигателем позволяет долететь до Марса за месяц-полтора и вернуться обратно, поскольку сохраняет возможность маневрирования. Спасатели в Забайкалье уже начали поиски упавшей там сегодня ракеты «Протон». Час назад несколько громких хлопков слышали жители Петровского района, это на границе Забайкалья и Бурятии. Подозревают, что местность там может быть отравлена крайне ядовитым ракетным гептилом. Авария «Протона» стала уже вторым за сутки серьезным ЧП в нашей космонавтике. Почему тут сразу нашли американский след, разбирался Николай Кубанцев. Что-то пошло не так. Возникла и штатная ситуация, репортаж окончен. Важная деталь. Запуск «Протона» был перенесен с 29 апреля по просьбе заказчика. Изготовителю спутника американской компании «Боинг» потребовалось дополнительное время для проверки бортовой аппаратуры. Вот так я еще делаю, видишь? Вот так я еще делаю. Потому что мой отец воевал в блокаде. Ты ненавижу Америку. Это не первый инцидент с прогрессом. Меньше месяца назад, 28 апреля, грузовой корабль стартовал с Байконура. Но пристыковаться к космической станции не получилось. Авария произошла из-за взрыва двигателей третьей ступени ракеты-носителя. Ущерб тогда составил 5 миллиардов рублей. Представляете, кошмар. А это уже кадры запуска ракеты-носителя «Протон-М». Сбой произошел почти сразу после старта. Ракета, а вместе с ней и спутник, стоимостью более миллиарда рублей, сгорели в плотных слоях атмосферы. Такая установка с ядерным двигателем позволяет долететь до Марса за месяц-полтора и вернуться обратно. Поскольку сохраняет возможность маневрирования. Сюжет второй. Запуск. Ура, товарищи! На сегодня запланирован запуск нашей новейшей ракеты-модели 1950 года. Но с новыми пимпочками и из китайских комплектующих. Все замечательно, но ракета не полетела. Путин сказал во всем разобраться и доложить. В чем дело, все равно никто не знает. Поэтому пуск перенесен на завтра. А вось взлетит. Президент Владимир Путин остается на космодроме Восточный до выяснения перспектив повторного запуска. Президент принял решение задержаться на космодроме до того момента, как будет прояснена перспектива осуществления запуска через сутки, то есть завтра. За две с половиной минуты до контакта подъема произошел автоматический отбой циклограммы. После команды наддув... На нас попросту надули. Произошла автоматическая остановка пуска в связи со сбоями работы автоматизированной системы управления. В связи с тем, что орбита выведения была у нас солнечно-синхронная, планируется перенос пуска на сутки. За это время будем отрабатывать все отклонения. Перед запуском корабль осветил отец Ануфрий. Ну теперь-то точно все будет хорошо. А нет, корабль ударился о небесную твердь и рухнул где-то в степи. Чабаны поехали на сбор металлолома. Варианты. Ракета взлетела, но спутники не отделились. Спутники отделились, но разгонный блок не сработал. Сработал, но не в том направлении. В том, но связь со спутниками потеряна. Где они? На орбите или в океане? Хрен их знает. А вот и они. Американская обсерватория зафиксировала падение спутников. И вот один из спутников уже передал первый снимок из космоса. Расследование причин аварии показало, что во всем виновата кладовщица Глафира, перепутавшая запчасти, и ПТУшник Евлампий, забивший их кувалдой не в то место. Этот сюжет трогает за такие струны души, о которых вы и не подозревали. Во-первых, тут есть противопоставление духовности науке, которая оборачивается на поверку отсутствием и того, и другого. И во-вторых, он рассказывает нам о роли маленького человека в больших делах. Труд сотен людей и миллиарды потраченных долларов летят в тартарары из-за простого рабочего, который опохмелился боярышником с утра перед сборкой ракеты. Тотальная проверка качества, а запуски могут и подождать. Так в Роскосмосе прокомментировали информацию об отзыве всех двигателей второй и третьей ступеней ракет «Протон-М». В ходе огневых испытаний выявили технологические проблемы, а при сборке на оборонежском механическом заводе и вовсе якобы использовались неподходящие компоненты. Вместо материалов с содержанием драгоценных менталов в ход пустили менее жаростойкие, предназначенные для двигателей других типов носителей. Получается, дорогостоящие комплектующие могли подменить более дешевыми. Такую возможность, кстати, не исключают исследователи. Куда делось золото из воронежских ракет, выясняют сотрудники ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. Люди должны жить на 5000 рублей, кормить семью в месяц. Да, да, да. Абсолютно точно. Надо посмотреть, особенно если они зависли на счетах и региональные власти ждут, что будет. Это одно. А если они еще и истрачены на другие цели, это другое. Это административное нарушение. Сюжет 3. Завтра. Рогозин, а Рогозин? Чё? Когда космодром будет готов? Завтра. Ну вот, не готов. Когда доделаете? Завтра. Опять не готов. Теперь-то когда? Завтра. А если опять будет не готов? Как это будет не готов? Зуб даю. Рогозин, а Рогозин? Чё? Не готов, космодром. Давай свой зуб. Завтра. Строительство большинства важнейших объектов было начато до разработки официальной проектной документации. Например, стартовый комплекс. Его начали строить в марте 2012 года, а официальная проектная документация появилась только под конец 2013 года. Мне непонятно, каким образом, без чертежей и графиков, и с кем можно начать строительство космодрома. Также я выяснила, что по части объектов Роскосмос и подведомственные ему организации заключали эффективные государственные контракты на сотни миллионов рублей, и более того, продолжают это делать сейчас. Всё, что я сейчас рассказываю, не является секретом. Официальные лица называют строительство космодрома Восточной бюджетной дырой и говорят, что это самая коррумпированная стройка в стране. Но вместо того, чтобы наводить порядок, Дмитрий Рогозин хвастается в Твиттере посадками ведущего инженера, который получил взятку 50 тысяч рублей. Хотя эти взятки в объёмах строительства на 120 миллиардов рублей просто смешны и больше похожи не на преследование настоящих коррупционеров, а на их покрывательство. Я, как налогоплательщик и как гражданин, считаю, что имею полное право требовать сдержать обещания вице-премьера Дмитрия Рогозина, потому что на строительство космодрома Восточной было потрачено более 120 миллиардов рублей, а это деньги из бюджета налогоплательщиков, а значит и мои. И когда Дмитрий Рогозин обижается на фотожабы со своим участием, я обижаюсь на те масштабы коррупции, которые существуют на строительстве космодрома Восточной, из-за которых он до сих пор не построен. Так что либо Дмитрий Рогозин должен сдержать своё обещание и отдать свой зуб, либо должен показать документы, по которым космодром Восточной был готов в 2015 году. Даже у нас, когда в регионах вкладывают деньги не по назначению, это не значит, что их украли. В данном случае вложили неэффективно, но это не воровство. Рогозин вообще плодовитый и талантливый автор абсурда. То предложит американцам на орбиту на батуте прыгать, то кособокий манекен на радиоуправлении пытается выдать за сверхсовременного боевого робота, то сказки о космодроме Восточной расскажет. Он как Пьер Ришар, который на экране, разиняя и неудачник, а в жизни вполне состоятельный и успешный человек. Андроид-водитель по имени Фёдор Солдат в виде экзоскелета и аватар в качестве полноправного члена экипажа МКС. Технологический макет антропологической платформы или в простонародье робот-водитель. Уже сейчас он способен вести автомобиль, распознавать границы дороги и другие машины. Управление комбинированное, то есть действия его контролирует оператор. Он не имеет так называемого человеческого фактора, не отвлекается, не болеет эмоцией, не отвлекает его от того, что он должен делать. Время комбинированное, то есть действия его контролирует оператор. В том числе основанное на университетских центрах, когда они создают уникальную робототехнику. И потом нам же, наши граждане, показывают, что же вы это не можете сделать. Да мы можем сделать. Мы всё можем сделать. На роботов российские инженеры делают ставку в будущем. В частности, конструкторские бюро создают аватара, который в перспективе может стать ни много ни мало полноправным членом экипажа МКС. Вот сегодня задана работа по созданию аватара, который будет одним из членов экипажа будущей российской национальной орбитальной станции. Нет, Бог! Нет, Бог, пожалуйста, нет! 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 Сюжет четвёртый. По замкнутой орбите. Новый глава Роскосмоса представил программу развития космической отрасли до 2015 года. Финансирование программы урезано в связи с кризисом, Олимпиадой, санкциями. Полиции нужнее. Всё равно у вас не взлетит. Сроки строительства новых объектов в очередной раз перенесены. Счётная палата обнаружила злоупотребление при строительстве объектов на поистине космическую сумму. Против руководства компании «Стройиндустрия-С», которая ведёт строительство космодрома «Восточный» в Амурской области, возбуждено уголовное дело о растрате 48 миллионов рублей. Между двумя организациями был заключён договор на выполнение работ на одном из объектов космодрома «Восточный». Заказчик по договору произвёл авансовый платёж подрядчику в сумме 48 миллионов рублей. Однако в установленный срок работы не были полностью выполнены. Сегодня в Хабаровске начинается суд по делу о хищениях на космодроме «Восточный». Слушания будут проходить в закрытом режиме. Это связано с тем, что в рамках процесса могут быть соглашены сведения, оснащающиеся к государственной тайне. Начало громкого процесса по делу о финансовых махинациях при строительстве космодрома «Восточный». В Хабаровске сегодня зачитывали обвинения. По данным следствия, ущерб государству от финансовых афер превышает 5 миллиардов рублей. Потерпевшими по делу признано предприятие «Дальспидстроя, Приспидстроя России» и государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос». За время строительства первого в России гражданского космодрома возбудили порядка 20 уголовных дел. На прошлой неделе генеральный директор компании-подрядчика Игорь Нестеренко получил 3 года колонии за мошенничество. Владимир Путин, который присутствовал на космодроме, объявил выговоры ответственным лицам. Молодцы. Хорошо работаете. Пойдем дальше. Новый глава Роскосмоса представил программу развития космической отрасли до 2025 года. Российские конструкторы планируют выйти на мировой рынок со своими разработками. Уверены, что смогут победить конкурентов, а еще слетать на Луну и изучить Марс. Роскосмос рассказал о своих планах на ближайшие 10 лет. С учетом текущей ситуации произошло некоторое сокращение оптимизации по ряду разделов, но мы считаем, что нам удалось сохранить основу этой программы, которая позволит нам обеспечить и решение стратегических задач, продвижение вперед в области освоения космоса и решение научных проблем. А это практически про колесо кармы и сансары. Назначение на должность, пыль в глаза, распил, увольнение, назначение на должность. И так, пока в России окончательно не кончатся деньги. Квинтэссенция стабильности во всех смыслах. Поставлена точка в криминально-космической истории, которая прогремела на всю страну. В Кировском суде Самары вынесен приговор Владимиру Рябову, бывшему генеральному директору Волжского конструкторского бюро ракетно-космической корпорации «Энергия». Конструкторы придумали хитроумную схему обмана. Суть сводилась к тому, что дорогостоящие космические детали специалисты собирали в арендованных гаражах на окраине города, а на бумагах работа велась в специализированных цехах. Разницу в цене Рябов и Фирстов забирали себе. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Сюжет пятый. Конкуренция. Илон Маск. Мы планируем создать многоразовую ракету, чтобы в итоге полететь на Марс. Роскосмос. Мы, признанные лидеры космической отрасли, считаем эту идею популистской, неосуществимой и экономически нецелесообразной. Илон Маск. Мы запустили нашу ракету, при посадке она разбилась, но получилась все равно дешевле, чем у русских. Роскосмос. Мы, один из лидеров космической отрасли, рассматриваем возможность разработки собственной многоразовой космической системы к 2040 году. Илон Маск. Наша ракета села. Мы планируем отправить ее в космос еще раз. Запуск будет еще дешевле. Роскосмос. Мы, с 0,6% мирового рынка космических услуг, к 2040 году попробуем разработать что-то похожее. Но будет все равно дороже в разы. Илон Маск. Она слетала и снова вернулась. Теперь мы хотим сделать ее больше, чтобы она смогла полететь на Марс. И да, теперь будет по-настоящему дешево. Роскосмос. Те, кто затевают русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это, затевают все вот это, это я этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь. Вот с этой русофобией, которую вы затеваете. Готовы реализовать в очень короткие сроки и в 2022 году обеспечить первый пуск нового ракета-носителя среднего класса «Союз-5». Позволит существенно снизить пусковые услуги более чем на 20%. Я думаю, что по грузам аналогичным, скажем, тем, которым выводит Илон Маск, Фалькон 9-й. Я думал, что это будет такой, знаете, провокационный вопрос про Илона Маска, но вы сами про него сейчас сказали. То есть мы, в принципе, уже конкурируем. И вот, в общем-то, идет действительно достаточно жесткая конкуренция. Этот сюжет сразу о двух вещах. О маленьком человеке с большой мечтой и о большой стране со славным прошлым. Сразу видно, чего они на самом деле стоят. И это здорово отрезвляет. Вся история российской космонавтики глубоко трагична. От первой ее главы и до настоящего времени. Даже ее комичные моменты лишь оттеняют трагедию, происходящую не только с отраслью, но и со всей страной. Этим, кстати, она и завораживает. Но лучше окунаться в подобную драму, в кино или театре. А новости читать самые скучные. Пуск запланирован, пуск успешно выполнен. Следующий состоится завтра. А с 15 по 25 декабря билеты на Марс и обратно можно купить со скидкой 20%. Сегодня российские ученые, инженеры, космонавты продолжают славные традиции своих предшественников. Россия прочно удерживает ведущие позиции в мире. У нас конкурентные позиции в ракетном двигателестроении. Мы прочно удерживаем первое место в мире по количеству космических пусков. Активно развиваем орбитальную спутниковую группировку. Ну и, конечно, работаем над новыми высокотехнологичными продуктами в этой сфере. Может ли появиться у нас Элон Маск? Ну, в целом, когда у нас приезжает какой-нибудь гуру, там разные гуру, вы их там знаете лучше, я не всех их знаю, я даже там, говорят, ну, приведу, к примеру, некого Киосаки, я не знаю, чем он занимается. Мне очень хочется там или приедет тот же Элон Маск, мне хочется выйти на такую же трибуну, только с хорошим переводчиком, и задавить ему, товарищ Элон Маск, скажите, пожалуйста, когда вы были последний раз в налоговой инспекции, и налоговый инспектор вам задавал следующий вопрос. Товарищ Элон, почему у вас зарплата на вашем предприятии, не соответствует среднестатистическим показателям по отрасли, и когда, если вы это не исполните, мы едем с вами к камеральной проверке, как минимум, а может быть и выездной. Я хотел бы посмотреть на изменения его лицевых мышц. А потом точно так же сказать, а когда вас приглашали в трудовую инспекцию, в соответствии с российским законодательством, трудовая инспекция имеет право у предпринимателя изъять более 26 документов, начиная с уставных. Это законом. Напомню тебе совершенно такую картинку из недавнего прошлого. У нас один товарищ, по-моему, он из Интел, чисто случайно приехал во Всколково и попал под шмон. Ну, так случайно попалось. У него отобрали телефон, паспорт, а он приехал договариваться на какие-то ярды, там, инвестиции. Ну, лошара, конечно, господи, что с него взять-то? И когда, собственно говоря, он попал под шмон, и у него, в общем-то, звездочкой он не полежал, и у него была версия лайт, когда ему потом позвонили, и он оказался, в общем, через полчаса, оказывается, он уже в Шереметьеве в самолете, мы почему-то удивляемся. А что вдруг? Поэтому вот при такой среде появление Элонов Маска исключено. Появление черных предпринимателей в прямом физическом смысле, которые там, ну, не близки к Сомали, но, в общем, работают приблизительно этими методами, исходя из того, что делают наши феодальные власти, абсолютная норма. До тех пор, пока не изменится система управления, Элонов Масков здесь не будет, потому что мы просто вот сжимаемся, мы просто ныкаемся, и это нормально. Поэтому вот там среда должна вот эта агрессивная поменяться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова